Потому что это девочка с москоденосталостью. Значит, что касается групповых занятий, ну вот я о ней говорила немножко, и еще скажу, почему мне кажется, они так ценны, и почему важно, что ребенок работает с разным покажетным материалом, и зрительным, и слуховым, и активным, и двигательным. Мне кажется, что в ходе этого, в ходе такого занятия организм и мозг ребенка как бы начнят работать с целостью. Очень часто бывает так, что все функции ребенка с патологическим развитием, они как-то работают независимо друг от друга. Грубо говоря, по правой руками значит идет влево. Глаз видит, а губы в это время не слышат. Так вот, в данный момент, когда ребенок работает, учитывая собаку, учитывая команду бубна, учитывая речевую инструкцию, учитывая этих островов, этот коридор, его мозг в этом момент учитывает большое количество задач, и именно чтобы полистимулы, что ли, и вот этот вот опыт целостной работы в организме мозга, ну, по словам, вот очень важный здесь в патологическом развитии. Что касается вот этой вот формы работы в Гнисте, здесь нам это важно, ну, Таня же об этом говорила, что на фоне расслабления вот ребенка вот при такой форме работы нам удается выстроить ему правильный рефлекс, либо провести какую-то логопедическую работу так, чтобы не было правильной рефлекторной основе выстроить ему там артикуляцию, какое-то правильное произношение. Ну, и как вот вам показал вот маленький мальчик Никита, который по сочности сидел тоже, что при такой форме развития ребенок сначала опускается как раз на сохранную, на свой более-менее сохранный уровень, и, начиная с него, ну, при помощи инструктора, конечно, начиная так, опять же, достраивать пропущенные, и так, по какому-то же, это очень важно для, конечно, правильного развития ребенка. Значит, ну, и вот все это позволяет вам говорить о том, что собака и взаимодействие с ней и при помощи инструктора, в какой-то такой степени она сама является источником зоны ближайшего развития ребенка. Ну, а это, в общем-то, ну, зона ближайшего развития ознакомляющее понятие в психологии развития, и без нее развитие невозможно. И вот все, что там наши собаки, ну, опять же, конечно, при правильном направлении их инструкции могут создавать вот такую ситуацию в ближайшем развитии, это, ну, в общем, это председает, я думаю, что во многом наш успех. Значит, ну, как я уже говорила, что в ходе занятий развиваются различные психические функции, внимание, память и мышление. В этом году формируются новые способы, способы, средства и возможности общения с собаками, и с, ну, с родителями, конечно, в первую очередь, и мы доступим уже человеческим, что не так, отражаемым. Спасибо. Спасибо.